итак всем привет и очередной влог из жизни рекрутера смотрите сегодняшнее видео как бы хотел посвятить такой информации спасибо вам большое что вы смотрите кстати наши фильме пишите комментарии в вайбере много вопросов люди спрашивают о работе находят работу кстати поэтому скажем так одна из причин почему записываю это видео потому что много много вопросов которые все время приходится повторять поэтому я сейчас просто на них отвечу и выложу это видео чтобы люди видели как это вообще все происходит в вайбере пишут сразу так давайте мне работу давайте мне жилье естественно мы затрудняем мы даем работу естественно мы расселяем мы на мы предоставляем жилье но есть какие-то определенные условия и об этих условиях я хочу с вами поговорить итак первое первое прежде чем человек должен начать у нас работать он должен пройти такой как бы процесс верификации то есть в принципе достаточно всего лишь выслать нам первую страницу загранпаспорта чтобы мы проверили сможем ли мы вообще кто-то из вас звонит и хочет устроиться на работу сможем ли мы вообще взять человека на работу это первое то есть вы высылаете на первую страницу загранпаспорта мы проверяем дальше мы связываемся с вами и говорим что вот настолько настолько мы мы сможем вам как бы сделать вот этого освещения то есть если это меньше 90 дней к сожалению мы ничего не сможем для вас сделать и но этот процесс у нас занимает буквально буквально пару дней поэтому сегодня была такая ситуация девушки говорят тут нам просто уже негде жить можно к вам приехать жить мы не можем пока отдел регистрации нам не подтвердит что этот человек может быть затруднен через нас мы не сможем взять вас на наше жилье ну вот извините такие за такие правила в нашей фирмы поэтому прежде чем ехать к нам на работу прежде чем скажем так надеяться что вы попадете на наше жилье вы должны пройти этот процесс верификации в отделе администрации наши то есть буквально пару дней и мы скажем да да берем вас да да мы вас расселяем все вот такие как бы нюансы второй вопрос честно благодаря видео спасибо еще раз благодарю что вы все смотрите начали писать звонить там с разных стран туркмени стран россия молдова беларусь всем привет кстати но хочу вам сказать в наши фирмы надо мы делаем для вас эти освещения как народе говорят приглашение на работу на основании которого вы можете открыть визу да вы сможете открыть визу но на данный момент логистика отправки этих освещений у нас существует только в украине только в украине поэтому если вы из беларуси молдовы россии там грузии армении тех стран где эти освещения как бы работают что все остальные нужно зазву меня чтобы открыть визу вы должны сами понимать что скажем так вопрос доставки вам это но это ваш вопрос находите здесь друзей возможно у вас здесь есть друзья работают пусть они как-то там свяжутся с нами чтобы мы передали им эти освещения они уже в свою очередь отправят вам там вашу страну где вы там находитесь вот такие два актуальных вопросов это жилье регистрация и отправка вот этих освещений чтобы открыть рабочую визу в польше и приехать к нам на работу сейчас я сама вас познакомлю со своей коллегой кристиной которая работает отделе администрации и у нее тоже есть небольшая информация для вас и так привет еще раз хочу познакомить вас с кристиной привет 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 а кристина у нас работает в отделе администрации поэтому некоторые из вас которые захотят сотрудничать с нами станут нашими клиентами возможно возможно кристина будет вашим координатором потому что у нас она ведет сколько около семи проекта до около семи проектов поэтому возможно она будет вашим координатором и как я уже сказал у кристины есть несколько советов для вас Итак, что это за советы там, Кристина? Эти рекомендации простые, но очень важные на то, чтобы на них обратить внимание. И первое – это как выбрать работодавца и не потрапить… Ты хотела сказать такое украинское слово – халепу, да? Да, халепу. Нельзя его произносить вслух? Можно. Можно. Ну вот, ребята, чтобы не попасть на русском языке в неприятности. Вот первый совет. Кстати, этот совет мы вмонтируем сейчас после вот этих коротких тезисов Кристины. Три тезиси она сейчас вам скажет. И она сняла целое видео для вас, небольшое видео, этот такой лайфхак. И вы посмотрите. Окей, чтобы не попасть в неприятности. Доброе. А второе? Другое – как без стресса пересекти кордон? И третье – на что наипершее нужно будет обратить, если вы уже приехали до Польши? Окей, вот такие три простые советы Кристина, скажем так, раскрывает сейчас в дальнейшем видео, которое мы сейчас вставим. Поэтому смотрите. И не просто смотрите. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И много информации вы увидите в описании. Поэтому опускайтесь. Читайте, смотрите. И не попадайте в неприятности. Чтобы не попадать в неприятности, посмотрите дальше и Кристина вам расскажет некоторые секреты. Все. Всем пока. Привет, дорогие друзья. Меня зовут Кристина. Я живу в Польши, в городе. И это видео будет связано, напевно, с моей работой. Так как я працюю в агенции по працевлаштуванию, это видео я уже хотела сняти очень давно. Я маю дотик с людьми, которые приезжают из других стран, влаштуватися до нас на работу через нашу агенцию. Это не реклама агенции, я сразу сообщаю. Просто спостерегаючи за тим, как приезжают люди, как в них проходить адаптация тут. Просто хотелося сняти таке видео, яке будет таким помечем для вас, если вы планируете ехать на работу в Польшу. Або, возможно, вы приехали и не обратили внимание на какие-то вещи. В этом видео я хотела бы поговорить про три таких важных, основных, возможно, момента, которые нужно враховать, когда вы планируете приехать на работу в Польшу. Первый момент. Если вы на Украине договорились с какой-то агенцией, а вы платили кому-то за послуги, я вам рекомендую, чтобы вы переверяли людей, которых, возможно, вы наймаете на работу, когда вы платите им деньги, чтобы они помогли вам с документами, с работой, сработали вам запрошение. Потому что часто трапляют ситуации, когда вы платите деньги, а вас обманывают. Поэтому я бы вам рекомендовала не лететь в Польшу, я не маю на увазе літак, вы потратите, возможно, додатково несколько недель для того, чтобы проверить тех людей, с которыми вы работаете, поцикавтесь, поцикавтесь, как долго они на рынке, возможно, про них читайте, про агенцию там, в Украине, если вы через нее делали документы, про агенцию тут, в Польши. Подписывайтесь, чи ця агенция давно уже на рынке, чи какие-то люди уже працювали через цю агенцию, можливо, рекомендувати вам зможуть якісь нюанси. Підготуйтеся для того, щоб ви просто не попали на гроші, бо в Польші багато агенцій, які зможуть так само вам зробити документи безкоштовно, і ви будете мати офіційне працевлаштування, офіційне перебування в Польші, і за це ви не заплатите ні копійки, навіть за медогляд вам не треба буде проходити, коли ви вже будете влаштовуватись на якусь вакансію, це перший момент. Друге, коли ви вже приїжджаєте, їдете в Польшу і приїхали ви на кордон, я вас дуже прошу, будь ласка, перед тим, якщо ви їдете перший раз в Польшу, а можливо і не перший, і ви ще не вивчили жодного слова по-польськи, підучіть, будь ласка, декілька десятків слів простих, таких побутових, які допоможуть вам більш в адаптації, і ці слова просто... Ви зможете, не знаю, через ці слова можливо зможете краще зрозуміти людей, які будуть на прикордонній службі, бо коли ви підійдете вже до вікна з перевіркою документів, звісно до вас будуть звертатися на польській мові. І якщо ви не будете розуміти, якщо ви не будете, можливо, щось відповідати по-польськи, хоча б розуміти, тоді, ну, відповідно, ви можете достати якийсь такий стрес через те, що прикордонна служба буде нервуватися, що ви їх не розумієте. В такому випадку, що ви взагалі не розумієте польську мову, попросіть когось з вашого автобусу, щоб вам просто підійшов з вами, став за вами, наприклад, біля вас, і просто допоміг вам, коли вас будуть питати, куди ви їдете, чому ви їдете. І обов'язково зверніть увагу на те, якщо ви їдете по безвізу і в вигляді туриста, а ваші сумці потім перевіряють, знаходять каструлі, сковорідки, відповідно, виникає питання. Ви, якщо вже зібралися в Польщу, мусите продумати всі нюанси, які можуть бути у вас в дорозі, при перевірці. Це ж стосується нелегального перевезення алкоголю чи тютюну. Я би вам краще порекомендувала застережити себе і не брати недозволену кількість цих речей. Просто без пляшки, алкоголю чи без пару пачок цигарок, я думаю, ви якось переживете. Але якщо ви достанете недепортацію, якщо вас не пропустять в Польщу, ну, відповідно, вам придеться знову витрачати час, можливо, і фінанси для того, щоб повертатися в Польщу другий раз. Тому будьте готові, що ваші сумки на кордоні будуть перевіряти. Можливо, не всі, але можуть взяти вибірково валізки і попросять відкрити їх і будуть перевіряти там все. Це другий момент. І третій момент, коли ви вже приїжджаєте в саму Польщу. Вам треба прогадати, продумати номер телефону, як відкрити рахунок, подумати про проїзні квиточки, подумати про місце ночлегу, домовитися з вашою агенцією, коли краще приїхати, щоб ви не чекали, не опинилися на вулиці. Бо багато людей приїжджає і навіть не, можливо, не продумують і не задумуються над такими питаннями. Але ж це буде краще для вас. Тому це відео, можливо, більше таки моє перше відео. Я не знаю, чи буду надалі знімати, не буду. Якщо вам цікаво, подібні відео про дозволи на роботу, як взагалі проживати в Польщі, як переїхати в Польщу, якісь документи, як оформити легально. Якщо вам цікаві ці речі, можете мені написати і я подумаю, можливо, зніму ще кілька відео, щоб вони були допомогою для вас. Тому, якщо, не знаю, після цього відео у вас з'явилися якісь питання, пишіть мені. І просто це відео як така, більш дзвіночок, так. Я багато не розказую в цьому відео вже конкретних моментів, але просто на що би я вам радила звернути увагу, щоб не опинитися в дуже незручних ситуаціях, які можуть просто принести вам стрес. Тому всього вам найкращого. Надіюсь, ваше перебування в Польщі буде приємним для вас. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!